Мы стояли в лесу, ночью, под волновахой, И когда в сон клонило поближе к утру Перевязанные рваны и сподней рубахой, Вдруг какой-то солдат тихо вышел к костру. На раздрузку мою, опустив трёхлинейку, Сел он прямо на землю и ноги скрестил, А потом попросил, ты чайку мне налей-ка, Я за семьдесят лет этот вкус позабыл, А когда он сказал звание мне и фамилию, Я, пешив из кружки, свой чай расплескал. На плите, что приковано к саур-могиле, Я буквально вчера эти буквы читал. Я налил в котелок молча крепкого чая И, взяв горсть рафинады, ему протянул. Отхлебнув, он сказал, Да, мы всё право знаем. И, доска в свой кесет, самокрутку свернул. Я не буду винить вас, как вы допустили, Что фашисты башку вновь смогли здесь поднять. Может, мы до конца их тогда не добили. Надо было не в плен их брать, А убивать. Нас здесь много везде, в кочке каждой и там. Мы как можем стараемся вас защитить. И пока в вашем сердце живёт о нас память, Знай, что русского духа невозможно сломить. Незаметно ушёл он, растаев под утро. Может, он мне приснился, я после гадал. Только запах махорки с его самокрутки На своём камуфляже весь день ощущал. Ближе к вечеру, после, уже мы узнали, Что с утра на Донецк опустился туман, И что их байрактары везде не летали. Не обстреливал мирных людей ураган. И когда отдыхал я в окопе уставший, То тогда только начал с трудом понимать, Что фамилию эту гость мой вчерашний. Дед носил. И в девичестве мать.